Так, да, добрый-добрый день, коллеги. Мы снова запустили трансляцию. Вот, надеюсь, нас слышно и видно. Сейчас проверим в телефоне. Вот, сегодня у нас тоже один из проектов, четвертый, по-моему, по счету, из нашего туроксератора, который мы представляем. Это Темкинский район, Темкина душа Смоленщины. И, соответственно, вот у нас сегодня две Ольги, которые нам рассказывают про это. Ольга, замглавы по экономике, да, правильно? Да? С экскурсальным вопросом. А, по-по-по, да. Сейчас тогда. И, соответственно, Ольга Халамова, трекер этого проекта в нашем туроксерническом инферраторе. Ну, вот, да, Ольга, представьтесь тогда, пожалуйста, как правильно. Ваша. Да. Григорий Иванович Славович, главы муниципального образования Темкинский район Смоленской области. Занимаюсь социальными вопросами в нашем районе. Социальными вопросами? Курирую, курирую социальные вопросы. У меня и культура, и образование, и экономика, и здравоохранение. В общем, всего-всего-всего чуть-чуть. Понял. Так, я сейчас, да, пока остановлю нашу трансляцию, чтобы было. Мы сейчас немножко поговорим, а потом уже, наверное, вы расскажете о проекте. Вот. Как вам, эксцератор, если так, в двух словах? Вы знаете, здорово, здорово. И я начну с конца. Когда это все закончилось, когда мы ехали уже домой после защиты, такое, не знаю, чувство, что какой-то потеянности и сожаления, что вот это закончилось, что больше не будем общаться так близко, так тесно. Подружились с Ольгой даже, можно так сказать. Не буду ощущать поддержки Марии, которая безумно нас всегда поддерживает, из-за оптички там про тёмки, про нашу душу. Вот. И вообще мне очень понравилось работать. Конечно, мы тяжело начинали. Теперь я перепрыгиваю в начало. Мы не попали вот на эти очные встречи. Очень жалко, да. Мы как-то долго раскачивались. Мы были в таком недопонимании, что от нас хотят, что мы можем дать. Вот. Но потом, я так думаю, мы раскачались, пошли в колею. Ну, и что получилось, то получилось. Попытались сделать. Мы рады тому, что нас увидели и нас услышали. Понял. Почему? Об этом я немножко подробнее позже расскажу. Давайте, может быть, да, Ольгу Харламову. Да, Ольга Харламова, зам директора бизнес-школы при Уральском сериальном университете. Оль, правильно представил, да? Вот. Наверное, все. Вы знаете, мне нравится работать в таких акселераторах, да, я с Андреем уже во втором проекте в таком. Что меня вдохновляет? Вдохновляет то, что люди, которые принимают участие, они неформально это делают, они очень сильно вовлечены в проект, вовлечены в свой проект. Они за время акселератора не просто делают какую-то презентацию, они делают реальные шаги, да, они разговаривают с предпринимателями на территории, они действительно хотят изменить свой местный, свой регион, да, то, что относится к ним в подчинении. Я понимаю, что на самом деле эти акселераторы – это огромная помощь территориям в той части, чтобы их увидели, услышали и о них узнали. У всех территорий, конечно же, страдает именно информационная поддержка. И акселератор, он на самом деле на 50% в том числе настроен на то, чтобы рассказать о местности, рассказать о людях, реально представить предпринимателей, вовлечь предпринимателей, объединиться. И самое главное, что в нашем акселераторе в Смоленской области случилось, это объединиться не внутри одной территории, а даже между территориями, да. Вы вроде бы живете рядом, но не все знают о возможностях друг друга, а когда в рамках акселератора это прорабатывается, на несколько раз, да, делаются презентации, делаются сборники, там, совещания, да, установок и выступлений, ты про свою территорию знаешь намного больше, ты понимаешь, что колоссальный потенциал для развития, и об этом в первую очередь надо начать рассказывать, конечно же. Но в вторую очередь то, что делает команда, это делать реальные шаги, делать действия. И уже под конец такая вишенка на торте, знаете, когда это финальные защиты, финальные публичные презентации, когда самое главное, вовлечены главы, да, регионов, ответственные люди на местах, которые занимаются развитием и территорией туризма. И это очень тоже немаловажная часть акселератора, вовлечены именно люди, скажем так, которые несут за это ответственность, и они тоже к этому подходят неформально. Они болеют за каждый проект, каждому проекту дают дополнительные возможности, инструменты, в какую сторону можно развить, да, где найти меры поддержки, это очень здорово. Спасибо. А вот я, кстати, сейчас смотрю состав команды, да, и вот действительно здесь у вас, я помню, он, по-моему, был у нас 26-го на тоже защите, Кирилл Владимирович Мирейский, да, как, да, вот помню. То есть у вас, как вот у нас, в принципе, произошло взаимодействие, насколько быстро удалось или, может быть, наоборот, не удавалось тянуть вот ваш представителей, ну, собственно, кроме администрации, малого бизнеса, может быть, общественности. Вот расскажите немножко об этом, а потом уже о проекте, хорошо? Значит, ну, как, в принципе, сразу-то у нас не было ни представителей малого бизнеса, ни общественности. Но потом, как Ольга нам и говорит, да, точнее сказать, нам дала, например, конкретную задачу переговорить вот за это время вот с вашими предпринимателями, да, и здесь мы стали очень активно работать за праздники, за майские, слава богу, что вот они были такие большие, нам удалось со всеми переговорить. И нашли мы отклик, причем сразу откликнулась предпринимателя на наши предложения. Но Кирилл Владимирович, он всегда с нами сотрудничал. Когда я ему позвонила, он вообще две руки поднял вверх и сказал, все, я с вами. И вы знаете, он не только был у нас на защите, он постоянно был и на встречах с Ольгой, он был вместе с нами, и на вот этих вот мастер-классах, он везде был с нами, просто практически постоянно. Он сейчас подключится, он мне написал, говорит, у меня совещание заканчивается, и я обязательно приму участие в нашей беседе. Вот, и он нам очень помогал и подсказывал, потому что как таковых у нас специалистов, работающих в сфере туризма, нет. Вот здесь представленная у нас в нашей презентации, это не вся команда. У нас еще подключены наши сотрудники, работники Дома культуры, это наши молодежи. И сейчас что мы делаем с ними? Они встречаются с предпринимателями, снимают ролики о них. Вот уже про сыры, мы кидали, да, вы, наверное, видели у нас. А давайте посмотрим, вот тогда уже просто пролистайте, рассказывайте на примере вашей презентации, потому что очень интересно, вот особенно прошу вас, Ольга Вячеславовна, вот на акцент на экосистему предпринимателей, которая в районе создается. Вот это было бы интересно. Запускаете? Не надо там формальных вещей, там как свот-анализ и так далее, а вот именно расскажите о самой системе, которая складывается в вашем взаимодействии. Запускаете? Да, но я не знаю, я не допустила? Сейчас. Подождите, что-то я не то сделала. Вот это, да? Да-да-да, кнопочку зелененькую снизу. Так, вот это, да, демонстрация. Еще раз. Как бы вы просто рассказывали, вот особенно о том, как складывается. Да-да-да. И теперь на полный экран. Вы знаете, я все-таки немножко, немножко расскажу о самой идее возникновения вот этого проекта. Да. У нас проект как называется? Душа Смаревича Митемкина. Вы знаете, я говорила уже, что у нас очень маленький район, очень маленький. У нас чуть больше пяти тысяч жителей, население в Терненском районе. Но он очень чистый. Мы на этом никогда не застряли свое внимание. Но вот сейчас, позвольте, раз мне время позволяет, я об этом скажу, что у нас нет ни одного предприятия промышленного. У нас две чистейшие реки протекают. Это Угра и Воря. Угра – это вообще самая чистая река в европейской части нашей страны. У нас потрясающая природа. Вот. И откуда вот эта вот, понимаете, душа? И я сама живу на берегу реки. Вот я просыпаюсь утром, выхожу в комнату, смотрю в окно, и я вижу эту прелесть. И мне всегда хотелось поделиться своими ощущениями с людьми, да. Ну, как сюда привезти? К нам приезжают, но очень мало. А я в своей презентации говорила, что нам действительно есть, что показать и о чем рассказать. И вот цель нашего проекта, да, это привлечь как можно больше туристов. И что позволит вот это привлечение туристов, что позволит, точнее сказать, как позволит это все развиваться нам? То есть это создание инфраструктуры, да, вот этой вот туристической. Это продвижение нашего района как туристической зоны. Вот весь район мы должны продвигать как туристическую зону. Вот. Ну, здесь все в цифрах, все мы это с вами видим, да. Значит, мы, опять-таки, тяжело у нас это было, но все равно мы посмотрели и сильные, и слабые стороны, наши возможности, и угрозы, и риски. Все мы это... Правильно вас услышал, что... Самое-самое главное, это вот действительно вот то, что вы наиболее чистый район, где вот самая чистая река. То есть как бы уникальность была вот в этом, да? Да, 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 да. И то, что у нас есть, действительно, у нас есть объекты показа. Мы можем что показать. И вот к этим объектам показа, как раз я перехожу к работе с нашими инвесторами и с нашими предпринимателями, вот что у нас есть, то, что лежит на поверхности. Это наш духовно-культурный центр. Он давно уже создан, он развивается. Я говорила, что мы в тесном сотрудничестве всегда с ними работаем, всегда. В этом году, буквально вот 18 июня, сегодня в группу я сбросила, да, афишку, что 18 июня будет событийное мероприятие. Всех приглашаю на это событийное мероприятие. Проходит очень всегда интересно и очень душевно. Планируется 18 июня открытие Дома паломников, планируется трапеза паломническая, потом там на территории будет в ближайшее время детская площадка располагаться. В Доме паломников интерактивный музей. Вот, к сожалению, по 18-му я так, ну, Кирилл Владимирович, может быть, меня поправит, не успеет сделать. Над созданием этого музея работали сотрудники наши и сотрудники библиотеки, работники библиотеки и работники нашего музея. И там именно об истории Тёмкинского района и об истории возникновения вот этого духовного культурного взятия. Я здесь, Орген Вячеславовна. Вот, да, спасибо, Кирилл Владимирович, если что, вы мне помогаете, подсказываете. Мы уже, значит, приступили к постройке гостиницы на территории духовно-культурного центра, к постройке пекарни. Вот, и, значит, в духовно-культурном центре там еще будет свой буфет работать. Далее, у нас, точнее, на территории духовно-культурного центра есть потрясающий храм. Храм деревянный, храм игрушечный. И когда туда приходишь, он небольшой, но там совершенно необыкновенная аура. И туда хочется приходить, просто вот приезжать и гулять по территории духовно-культурного центра. А еще там есть могила матушки Макарии. Я сейчас скажу, может быть, не совсем правильные вещи, но то, что туда приезжают именно в надежде получить исцеление, это так. И, как бы, вот многих людей это место притягивает. И многие верят в то, что там действительно и в источнике вода оживительная, и что вот это вот соприкосновение с памятью матушки Макарии позволяет человеку получить какие-то внутренние силы для того, чтобы бороться там с недугом. Я думаю, вот так. Это вот, значит, одно. Далее. Мы переговорили с Любовью Ивановной Горбачевой. Это «Сыры Горбачевы». Там я тоже у нее была. Про нее мы сняли. Да, про, извините, небольшое отступление назад. Про духовно-культурный центр мы также сняли ролик. Но еще его монтируют ролик. И в ближайшее время, я так думаю, мы его обязательно разместим. В Facebook и в Instagram разместим. Значит, ролик сняли про «Сыры Горбачевой». У нее есть уже дом, гостевой дом. Там на 10 человек, 10 человек одновременно могут разместиться. У нее есть дегустационный зал. Очень хорошо оформлен дегустационный зал. Она интересно рассказывает. Она дает пробовать все вот эти сыры. И в планах у нее интересно проходят мастер-классы по варенью сыра. Для детей это очень интересно. Пока там эти... Они сами могут добавить туда все компоненты. Посмотреть, как это включается. И посмотреть, как это все там переворачивается, мешается. Как это варится. Потом, пока вот это все, процесс сыроварения происходит, значит, мороженое очень вкусное предлагается. Йогурты потрясающе вкусное предлагается попробовать детям. Им это все очень нравится. Ну и взрослые тоже. Они с удовольствием присутствуют на этих мастер-классах. И вот в ближайшее время она планирует запустить цех по пивоваренью. Тоже хорошее пиво. Вкусовые качества у нее достаточно достойные. Я думаю, это у нее тоже пойдет. Значит, еще один наш предприниматель, это вот ферма, агроферма у Петровича. Мы планируем 18-го числа, если ничего не помешает, поехать к ним, также видеоролик снять об этой ферме для того, чтобы разместить в соцсетях этот видеоролик. Значит, ну, у них я уже рассказывала, да, вот эта мельница. Мельница работала, просто в настоящее время она несколько подломалась, и поэтому вот не крутится она, да. Такое сооружение интересное. Подниматься можно на самый верх, смотреть жерлов вот этот вот стоит, посмотреть, как это перемалывается зерно и цепи эти потрясающие. То есть вот находишься внутри этой мельницы. Очень интересная. Также рассказывают, интересно, там лестница откидная, которая помогает. Лучше смотреть, конечно. Лучше смотреть, когда будет ролик, присылайте обязательно. Значит, у них сейчас на этапе завершения находится строительство гостевого дома. У них есть баня, русская баня. В бане есть комнаты для размещения гостей, в доме есть комнаты для размещения гостей. То есть гости к ним уже приезжают, останавливаются. А вот это специальный, значит, гостевой дом. Там у них несколько номеров. И здесь же они будут проводить мастер-классы по выпечке хлеба. Там у них сооружена русская печь, значит, все это можно будет наблюдать и в этом участвовать. У них есть своя ферма, где разводят они домашних животных. Это и крупный рогатый скот есть, и овцы есть, и птица есть. Также можно посмотреть. Ольга, прошу прощения, перелистывайте. Вы, по-моему, там же у вас слайды идут, а вы на одном. А там вот как раз. А я забыла. У поликласс. У паломников, да, вот, собственно, сыры. Да, 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 с детьми. Значит, и у них есть пруд. Там сооружен плод, можно по этому пруду даже передвигаться. Рыбу половить, раков половить. И вот эта вот избушка, сказочная избушка, которая в проекте должна поворачиваться. Вот на одной ноге эта избушка очень интересно будет детям. Далее, значит, я говорила уже, что для любителей истории у нас есть свой маршрут. Это героические памятные места Тёмкинской земли. Он проходит этот героический, этот маршрут наш по местам захоронений, потому что в свое время Тёмкинская земля была, конечно, ареной боевых действий. И у нас жестокие бои были. У нас есть деревня Колодецкая, в которой были сожжены все ее жители. Буквально 8 марта, а 9 марта эту деревню освободили. И среди освободителей был местный житель. То есть вот такая тоже есть история, о которой рассказывает наш экскурсовод. Есть у нас музей. В музее поискового движения там собрано очень много экспонатов. И вот вы видите, вот здесь представлен такой экспонат, который они сделали своими руками. Дети сделали своими руками. Также там все интересно рассказывается, все показывается. Еще несколько слов хочу рассказать о нашем событийном мероприятии. Оно проходит у нас в первое выходное августа. В этом году будет это 7 августа. И на этот фестиваль «Глубинка жива Россия». Он посвящен нашей землячке Марине Ладниной. Сюда на этот фестиваль съезжаются коллективы не только из нашей области, но и из близлежащих областей. Вот у нас из Можайска коллектив регулярно приезжает. Они опять вот в этом году откликнулись, с удовольствием к нам приедут. Есть переговоры, переговариваем мы, ведем переговоры с Калужской областью. Также они хотят к нам приехать на наш фестиваль. Ну, он у нас обычно проходит по фильмам, да, с участием Марии Ладниной. В этом году будет по фильму «Трактористы». У нас планируется ярмарка наших сельхозпроизводителей. И даже будет у нас парад техники, сельскохозяйственной техники. Ну, так вот мы все время что-то новенькое предлагаем на этот наш фестиваль. Так, что еще рассказать? Можно вопрос? Можно вопрос сразу? Вот у вас фактически три аудитории эти обозначены, да? И вот, ну, они уже ведь существуют все-таки, да? Какое их примерно соотношение, как в дальнейшем планируется? Вот кого будет больше, на кого ставку делаете? Вы знаете, я не могу сказать, что кого-то больше, кого-то меньше. Потому что очень много приезжает в Духовно-культурный центр людей. Но туда весь едут не только паломники, но и семьи здесь не туда едут тоже. Даже, мне кажется, наверное, летом их гораздо больше, чем просто вот любителей духовной пищи. То есть они сглаживаются сезонно, да, получается? Да, да, да. Ну, скорее всего, это будут все-таки вот у нас паломники и семьи здесь нет. Но ведь истории у нас не очень это все раскручено. Здесь вот в нашей презентации мы не рассказывали о, значит, усадьбах, которые есть на территории нашего района. Вот у нас есть старая усадьба Орлова-Денисова. Далее у нас есть храмы, которые сейчас в настоящее время восстанавливаются. Храмы вот тоже там 16-го, 17-го века, они сейчас восстанавливаются. То есть вот пока для этой категории туриста нет такого как бы вот объекта притяжения или объекта притяжения. Мы об этом рассказываем в наших маршрутах, да? А вот как раз паломники и семьи с детьми, я думаю, это вот наиболее как бы востребованная категория и аудитория туристов. Понял, понял. Да, ну да, вот как раз в ключевых сторонах. И вот здесь, может быть, интересно было бы действительно, как взаимодействие с туроператорами и малым бизнесом местным идет. Скажите. Вы знаете, после акселератора поступали звонки. Поступали звонки от туроператоров. И вот я знаю, что я направляла Кириллу Владимировичу, да, уже есть определенная договоренность на опуст месяц, если мне не изменяет память. Вот они будут как бы вот первый раз приедут с экскурсией сюда. И не только в Духовно-культурный центр, но и туда к нам и в Сыры, в Сыры посмотрят, и музей поискового движения посмотрят. Да, значит, далее. Как-то у нас не получается никак взаимодействия с туроператором вот со Смоленским, да. Я о нем говорила в своей презентации, в своих выступлениях. То есть были звонки, пытались договориться, но еще пока вот мы никак не договоримся, чтобы они к нам приехали. Уже с нами связывались истицы из Смоленского. Также я их приглашала 18 июня сюда. Как-то они сказали, что посмотрим. Спасибо за приглашение. Возможно, приедет. То есть вот на такое сейчас у нас работа не прекращается. Мы работаем, вот мы сотрудничаем, мы всех приглашаем, о себе рассказываем. Пока вот так. Но пока еще все это на уровне договоренности. А местного тица у вас нету, да, муниципального? У вас регионально. Вот мы и хотели, понимаете, вот в чем заключалась цель нашей работы. Мы хотели объединить всех наших предпринимателей. И вот для этого мы сейчас работаем с Кириллом Владимировичем над созданием нашего сайта информационного. И здесь мы планируем разместить информацию обо всех объектах показа, да, о наших маршрутах, об объектах общепита. Все это разместить, чтобы люди могли заходить, смотреть, интересоваться, знать о том, какие, о календаре событий, какие у нас события там в то или иное время запланированы, о том, что мы делаем в сфере развития туризма у себя на территории нашего района. Куда можно съездить, что можно посмотреть, с чем можно познакомиться. Ну, понял. Ну вот, а как сейчас осуществляется взаимосвязь все-таки вот малых предпринимателей, туроператоров и вас? Вот кто связующий звено? Вы лично? Или вот как это происходит? Ну, пока так. Пока так, вот. Ну, потом, я надеюсь, все-таки это будет у нас сайт. А пока, да, все еще пока на телефоне там. Сайт – это витрина. Все равно же должен быть какой-то человек, проект «Новый офис», «ТИЦ». Ну, понимаете, да? То есть вот как-то сайт – это некая оболочка, некое представление команды. Не придумали, как это у нас будет. Мы понимаем, что нам надо. Когда я спросил у Десногорска, они сказали, что «Ну вот у нас же Мария». Я говорю, ну, теперь же не будет, да, здесь, наверное, Ольга Харламова, да, я понимаю, но все-таки, да? Как вы должны подумать, ну вот, и поэтому постепенно, видите, они вас оставляют. Ну, вам необходима самостоятельность и как-то вот кто будет связующим звеном вот в этой экосистеме. Мы поможем этому делу всему. Сейчас 18-го числа у нас все-таки частично открытие Дома паломника будет. Задержка есть некоторая по погоде, но в течение там четырех-трех недель у нас как-то офис уже образуется на месте. Вот именно в самом Доме паломника для этого есть и площади, и возможности. Вот, и я думаю, будет единый телефон, который, как бы, будет всегда 24 часа работать, будет поддержка приезжающих. Все это мы сделаем. Вплоть до того, что у нас даже сейчас продумываются, ну, некоторые элементы, которые 24 часа будут работать для приезжающих там мимо туристов, там, я не знаю, все. В процессе, в процессе. Понял, понял. В процессе. Вы знаете, хотела добавить, Сангель, у нас как получается, вот теперь реально, да? Если мы едем, например, из Москвы, а основная масса туристов у нас едет с этой стороны, да? То прежде чем попасть в саму Темкино, обязательно приезжаем, сейчас называется деревней Темкино, но мне не нравится. Я вот по-старому все время. Село Темкино. Ну, это правильно, церковь была. Два населенных пункта у нас носят одно и то же самое название, понимаете? И вот как раз-таки вот это село Темкино, там, где располагается духовно-культурный центр. То есть мимо него не проедешь, это точно, это однозначно. Поэтому, я думаю, там мы как-то вот сконцентрируем вот этот вот, как это, я не знаю, информационный или связующий центр. Что мы такое придумаем, сделаем. Ну, с одной стороны, то, где с туристами идет взаимодействие, это ближе к ТИЦу. А с другой стороны, необходимо, чтобы вы, ну, заинтересованные стороны администрации, малый бизнес, там, средства размещения, я не знаю, руководители там информационных центров, там, соответственно, кафе, имели какой-то тоже связь. Это скорее ближе к проектному офису, да? Если в Первом ТИЦ, это витрины некоторые, да, тут как проектный офис. Вот Ольга, может быть, тоже скажет свое мнение, Ольга Харламова. Пожалуйста, как ты считаешь? Ну, я уверена, что вот эти две функции, внешнюю и внутреннюю, хорошо бы, с одной стороны, разделить, да, и внешнюю здорово, если возьмет на себя Духовно-культурный центр Кирилл Владимирович, да, и вот это предпринимательское сообщество, которое в первую очередь заинтересовано в том числе и в осуществлении своих услуг для туристов, в эти продукции. То внутреннюю историю однозначно надо возглавить, возможно, Ольге Владимировне, у нее есть огромный потенциал и влияние на самом деле, для того, чтобы регулярно пополнять этот ТИЦ, да, эту витрину новыми событиями, новыми маршрутами, повлекать новых предпринимателей, потому что эту функцию, ну, нет, конечно, предприниматель может посмотреть и понять, ну, как здорово у них там, вступлю-ка я в их сообщество, да, но если эта работа прекратится, оно может так и не случиться. Хотя я знаю, что у Ольги Вячеславовны точно есть за спиной как минимум еще три-четыре предпринимателя, которых надо вовлечь в этот проект, я уверена, что они привнесут, да, мы обсуждали, у нее есть еще ключевые люди, если они вовлекутся, проект заметно усилится абсолютно. Вот, поэтому надо разделить эти функции, я уверена, да, и все время наполнением витрины и запуском новых проектов должна заниматься все-таки администрация, а уже, ну, такой операционной деятельностью, да, что даже после запуска постоянно поддерживать, это, конечно, сами предприниматели могут вытянуть. Понял, ну, очень логично, да, вот. А вот кто у вас действительно еще на подходе, потенциально интересанты среди бизнеса? Можете рассказать немножко? Значит, мы ведем переговоры, пока еще не у нас хорошо получается, у нас есть театр. Кирилл Владимирович, помогите, как вот он называется, Юрий? Значит, выходец с канала ТВ-6 Юрий Макеев, Театр Вкуса называется, Андрей, посмотрите, погуглите, и очень известная у него такая структурка при Театре Практика, в принципе, до пандемии, каждые два дня спектакль, и, в общем-то, в такой, в очень серьезной нише он представлял Театр Вкуса, он назывался Юрия Макеева. Сейчас, так как он переехал в Темкино, он родом оттуда, да, то мечта его, да, это создание первого деревенского театра, так называемого, ну, Тере Театра Вкуса. И, в общем-то, успех ему гарантирован, потому что я сам бывал на этих спектаклях, знаю его аудиторию в Москве, и я думаю, что не хуже детская аудитория у него будет и в Темкино. Прежде всего, конечно, у него спектакли рассчитаны на семью, на взрослых с детьми, и так как спектакли интерактивные, они вот, ну, поистине затягивают, да, и взрослых, и детей, каждый становится участником. Очень интересное дело было. Поделюсь, поделюсь, у меня вот тоже недалеко, собственно, Яснополе находится, Ясногорский район Тульской области, я сейчас, ну, вот, загородным в Ясногорском районе. Место называется Яснополе, очень известное, туда прям запись уже на следующий год, по-моему, нету местечка. Так они приглашают плейбэк-театр, и это тоже вот такое интерактивное взаимодействие, вот, и тоже прям билетов, там, причем, по-моему, на донейшн, ну, вот, они выступают. Вот, я был однажды, Дмитрий Черепков приглашал, но, собственно, мест прям там нету. Смотрите, Яснополе, плейбэк-театр, прям очень интересно, как они собирают людей. Вот, хорошая идея. У нас здесь еще, значит, тоже зашел инвестор, они приобрели землю, и планируется в ближайшее время строительство базы отдыха. Тоже у нас так ведутся переговоры с ними, почему я их не озвучивала, потому что это только еще на уровне переговоров. Я хочу сказать, что у нас глава заинтересован в развитии туризма на территории нашего района, и вот постоянно, в принципе, он тоже входил в нашу команду, но он как-то нами все время управлял, управлял, подсказывал, направлял, я знаю тоже вот и с Кириллом Владимировичем, они в тесной связи, они все время работают вместе. Так что, все, я думаю, у нас будет хорошо. Нет, у нас есть еще предприниматели. Рассказывайте, да, дайте презентацию, потом поговорим немножечко, да, вопросы. Я приобретаюсь, мне хочется рассказать больше. Рассказывай. Меры поддержки, да, значит, смотрите, про меры поддержки. Ну, нашим предпринимателям мы все время оказываем консультативную помощь, там есть площадки у нас есть, но мы, у нас большая практика достаточно, хоть мы и маленький район, но мы активно участвуем во всех вот этих государственных программах. И в программе благоустройства сельских территорий. И, значит, у нас, как это, у нас в проекте формирование современной городской среды и нацпроект культура. Об этом я могу говорить вообще очень много. Скажу только вот, что в этом году мы планируем делать. Значит, по нацпроекту формирование современной городской среды у нас планируется, значит, реконструкция нашей рыночной площади, куда постоянно у нас каждый четверг съезжаются наши вот представители малого бизнеса. Они представляют свою и свою какую-то продукцию там или там перекупают. Но у нас активно проходит вот эта торговля по четвергам. В этом году мы планируем строительство Дома культуры в одном из населенных пунктов нашего района. Это также по нацпроекту. Далее мы планируем вот в деревне, где находится Сыры Горбачева, где находится у нас музей поискового движения строительства детско-игровой площадки. Такой хорошей, знаете, на позиционной основе. Далее мы планируем в этом году ремонт зданий библиотеки. Что мы еще в этом году планируем? А можно вот вопрос тоже? Вот у вас написано 10 инвестиционных площадок. Это вот непосредственно на данный момент в рамках сериатора или там после. Что это за инвестплощадки? Они связаны с туризмом? Вот интересно. Инвестплощадки, они у нас давно сформированы. Значит, периодически они предлагаются нашим инвесторам и формируются новые. То есть пополняются вот эти инвестплощадки. Одна из них сформирована специально для туризма, именно под туризм. Но вообще там разные вот эти инвестплощадки, значит, для развития сельхоз какого-то, сельскохозяйственной какой-то деятельности. Одна в хозяйстве есть тоже. Да, да, да. Вот Кирилл Владимирович тоже была предоставлена такая, духовно-культурному центру одна из этих площадок была предоставлена. Они сформированы все в основном вблизи дорог. Вот даже где-то есть инфраструктура, там возможность подведения газа, возможность подведения воды, водопровода центрального. То есть вот такие инвестплощадки. А вот давайте действительно, я так понимаю, что это уже ближе к концу, действительно про команду. Как она была устроена, как она взаимодействует, очень интересно. А, ну вот, да, может быть, про мероприятие действительно тогда, про планирующиеся, и вот тогда команде, да? Я про планирующиеся мероприятия рассказала уже. Ну, по сути, да, вы рассказали. Единственное, что хочу добавить, что, значит, мы уже приступили к работе над нашим сайтом. Сейчас готовим техническое задание. И планируем в ближайшее время запустить конкурс среди жителей нашего района для того, чтобы конкурс, значит, какой он цель будет к себе внести, это популяризация нашего района как туристического района в соцсетях. То есть чтобы люди, чтобы жители, они рассказывали о своем районе как можно больше. Вот, далее, про приваванную я уже рассказала. Ну, в принципе, я вот о ближайшие мероприятия я рассказала. И по поводу нашей команды. Это вот наши, значит, предприниматели и Кирилл Владимирович инвестор наш. Не все фотографии здесь есть. Так, и наша команда. Изначально она была небольшой командой нашей, там буквально пять человек. Потом мы уже в эту команду включили и работника, заведующего нашего историко-клинического музея. Потом его присоединился к нам Кирилл Владимирович. Но я еще раз говорю, что команды на самом деле гораздо больше. В конце уже работы на акселераторе, она насчитывала у нас порядка, наверное, человек 15, если всех вот посчитать. Потому что просили мы, чтобы Любовь Ивановну Корбачеву включили в группу, но как-то почему-то не получилось. Может быть, это уже было в конце работы на акселераторе, пропустились это. Хотя она тоже хотела поучаствовать в наших мероприятиях, онлайн-мероприятиях, но как-то не получилось. Команда работала слаженно. Да, мы не всегда могли делать, одновременно присутствовать на онлайн-встречах. Но постоянно там мы были на связи, постоянно какие-то идеи подсказывались со всех сторон. Он совместно, мы работали и над нашей презентацией, совместно и над докладом моим работали, и над пояснительной запиской. Вот сейчас все делали вместе. И друг другу всегда помогали. Я надеюсь, что так получилось. Спасибо, спасибо. Может быть, тогда вот действительно Ольга расскажет, Ольга Харламова, да, относительно все-таки как, вот что можно было сделать еще лучше, что действительно было здорово. Может быть, какие-то рекомендации команде на дальнейшее? Смотрите, на самом деле за период Акселератора команда действительно разрослась. Вначале в ней не было людей, которые были ответственны за соцсети, вот как по функционалу. Мы прямо в рамках Акселератора сделали странички в Фейсбуке, в Инстаграме. Мы начали их наполнять. Сейчас уже Кирилл Владимирович, наверное, сделал страничку в Инстаграме, сегодня я тоже на него подписалась, Духовно-культурный центр, да, Тёмкино. То есть началась масштабная работа действительно по информированию потенциальных туристов о этой территории. Это очень важно. Начали снимать ролики. Я не думаю, что было в планах Ольги Вячеславовны вся эта деятельность до Акселератора. Я уверена, что они об этом даже не догадывались, что самая, скажем так, проблема – это даже не отсутствие инфраструктуры, как я говорю, да, а о том, что о вас не знают. Она с самого начала перечисляла вот те объекты, которые действительно на поверхности есть. Ну как же о них можно было узнать, если не существует сайта? Мы тоже пришли к такому мнению в команде, да, у нас этот сайт не сразу появился. Это одна из задач решения, да, что да, действительно, нужно сделать сайт, нужно говорить, нужно популяризировать, нужно вовлекать сообщество. Потому что молодежь у них, хоть она и находится на этой территории, они-то продвинуты и точно во всех соцсетях присутствуют, как бы мы этого не хотели. А если они там присутствуют, это лучшие люди, которые знают свою родную землю, да, и свою территорию здесь. И я считаю, что вовлечение их в этот проект, представляете, их тоже можно назвать какими-то соучастниками проекта. Вот, и мы для них придумали этот конкурс для того, чтобы они популяризировали территорию. Отличная идея, я же на самом деле желаю, чтобы команда проекта, вот, она прошла все стадии, как говорится, по классике, да, формирования, бурления. Настолько притерлись, даже я уже в этой команде, какое-то неотъемлемое звено, которое постоянно тегает странички в соцсетях, пишет посты, хочется все время об этом говорить, невозможно остановиться. И это, наверное, самый главный в том числе результат, который сподвиг людей посмотреть на свой район иначе, понять проблематику, что, да, у них нету информации о их районе, да, начать заниматься этой проблематикой, причем совершенно не требуя за это ничего взамен, да, понимая, что мы все хотим в целом единого синергетического эффекта. Мы хотим, чтобы район развивался, предприниматели развивались, предпринимателей становилось больше, да, все они, скажем так, вовлекались в единую общую деятельность, и только от этого всем было бы лучше. Вот, конечно же, я желаю команде Тенкинского района, как я уже пожелала им на финальной защите, чтобы любой турист, который заехал в Смоленскую область, он не смог проехать мимо Тенкинского района. Он обязательно посетил Тенкинский район. Почему? Потому что люди там живут, уникальные, вовлеченные, посмотреть есть действительно что. И это, ну, с одной стороны, может казаться такими типовыми историями, как в России, да, там, вот у нас тоже в Екатеринбурге есть церкви на самом деле, но у них есть действительно точки притяжения совершенно другого рода, на которые стоит как минимум один раз посмотреть, а как максимум завести там, да, традицию добрую, посещать минимум раз в год в Смоленскую область, Тенкинский район. Ольга Вячеславовна, Кирилл Владимирович, вам дальнейших успехов, честное слово, не останавливайтесь, вы запустили какой-то совершенно другого уровня процесс в своей деятельности, я уверена, что они вас приведут к другим совершенно новым результатам. Спасибо большое. Спасибо. У меня вот тоже один комментарий, один вопрос. Вот комментарий с точки зрения, правильно, что вы стали делать сайт, но прям сразу после него начинайте делать, ну, лучше берите Телеграм, да, и там просто публикуйте о вашем районе со ссылками на сайт или без, и обязательно используйте еще потенциал тех, кто когда, выходцев из Тенкинского района, как это называется, слово вылетело, вот этого сообщества. Клубы районники. Да, вот в смысле. Клубы земляков. Да, клубы земляков, это прям сила-сила. И вопрос вот такой еще, смотрите, вот как-то, ну, оксиратор мы делали, у нас было 13 районов, 10 команд. Вот с кем-то сложилось, улучшились ли, ну, не знаю, не то, что улучшились, может быть, наместились какое-то вот взаимодействие межрайонное, межмуниципальное, да, может быть, какой-то маршрут там стал общий, вот с этой точки зрения можете несколько вот осветить? Значит, мы очень тесно взаимодействуем с Вязьмем, да, Елена Алексеевна, в принципе, в свое время, у нас не начиналась работа эта до пандемии. Вот эта пандемия, она, конечно, всех выбрала из кореи. У нас была намечена определенная работа с ней. В принципе, мы с этого и начинали работу в акселераторе, там у нас немножко по-другому все называлось. Вот, это вот касалось нашей Ладыниной. И как-то мы общались, Мария была, Юлия Сергеевна, Елена Алексеевна, я. И вот она там так увлеченно рассказывала о своей дороге, вот об этом своем проекте. Я говорю, Елена Алексеевна, вы нас там где-нибудь включите с заездом в Темкино, ваш проект. Она говорит, все, все обязательно. Но на самом деле, экскурсии к нам заезжают, но они дневные экскурсии заезжают из Вязьмы. Вот, но мы также работаем тесно всегда с Гагарином. С Гагарином всегда, но он был вначале, потом его не было. Это вот из старых связей. А из новых, нет, наверное, просто старые связи, они стали крепче, нежели были. А вот на ваш взгляд, вот может ли быть, ну, насколько, опять же, мы говорили в Оксераторе, ну, вернее, вы говорили, да, в большей степени департамент, что старая Смоленская дорога может быть таким объединяющим брендом, который не только, да, вот Вязьме принадлежит, ну, и, собственно, это вот действительно проходит через весь регион. Вот на ваш взгляд, так ли это, может быть ли это вот ключевым таким стержнем, на который в том числе, если не все, то большинство проектов туристических может быть к нему как-то приобщено? Я думаю, да, я думаю, да, потому что вот действительно они так удобно расположены и как-то вот они нащупали вот эту идею, да, потому что и вот и Можайск, и Гагарин, и Вязьма, и Дорогобуш все это проходит по вот этому маршруту, да, и все эти, да, и Смоленск, все эти города лежат на этой Старой Смоленской дороге. Но я думаю, и мы можем сюда также присоединиться, потому что если Наполеон, он по Старой Смоленской дороге наступал на Москву, да, то отступал-то он через нас, через наш Тюмпинский район, и об этом есть даже вот свидетельство. Поэтому я думаю, что мы подумаем, как это можно сделать, и присоединимся, да, вот к этому. Понял, спасибо. Добавим можно? Да, добавим. Ну вот по поводу Гагарина, связь мы, да, как бы я понимаю, там все сейчас давние связи и у нашего главы, у Сергея Анатольевича, а вот по поводу Гагаринского района, значит, не просто улучшили связи, а мы больше 10 лет общаемся с нынешним главой Романом Владимировичем Журавлевым, но это просто замечательный человек, который болеет. Вот он был в Тюмпинском районе глава, сейчас он в Гагарине, да, и вот он не перестает болеть и за Тюмпинский район, и там, ну, переживает в хорошем смысле и за духовно-культурный центр Тюмпина, и сразу же готов подключиться вот во всю действующую структуру со своей командой, со своим вот туристическим департаментом. И вот этот треугольник, который у нас может получиться, Гагарин с его замечательным музеем Юрию Алексеевичу Гагарину, да, без которого, ну, наверное, любой турист хочет туда заехать посмотреть, да, что это и как это, родину космонавта. Соответственно, вот этот треугольник Гагарин-Вязьма-Темкина, и наоборот, да, Темкина-Вязьма-Гагарин, я думаю, что у него успех, потому что мы особенные, да, Гагарин особенный, Вязьма особенная со своей прекрасной церковью Аддигидрия, да, в которой Южная Корея, как вы знаете, ну, для них это мантра там посетить, это раз в жизни место, этот уникальный храм. И я думаю, что вот этот треугольник, он имеет большое будущее. Дорогу только надо поправить, Вязьма-Темкина. Мы с вами об этом поговорим. Да, 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 на следующем акселераторе. Вот дорого. Даже вы там придумали сами для нас. Спасибо, коллеги. По поводу соцсетей, значит, у нас портал, плюс Инстаграм, плюс Фейсбук, и, конечно же, Телеграм будет группа. Все это есть, нас ведет замечательная команда IT, подрядчики Газпрома, опыт у них шикарный, вот, красивые. Поэтому так же красиво будет у нас, но можно посмотреть, вот, как изменился наш Инстаграм, Темкина, нижнее подчеркиваемое ДКЦ, да, значит, я думаю, это заметно уже. Пришлите ссылки, я выложу вот группу под этим видео, чтобы могли посмотреть. Я присылал, на самом деле, в начале, сейчас повторю. А, да, да, тогда в общий чат. Мы приглашаем на праздник 18 июня. Да, то, что вы опубликовали, я видел, я тоже. Комплекса, я думаю, что мы сделаем либо на праздник Ли Пророка, сельский наш праздник райцентра, День Ли Пророка, он считается День сельского поселения, да? У нас будет несколько позже, с 1 августа. А, ну да. Я, наверное, расскажу. 10 августа – это престольный праздник нашего храма. Соответственно, вот между этими днями будет полноценное открытие самого Дома паломника с открытием уже полноценного музея родного края. Я напомню, что он у нас будет интерактивный. Мы сейчас с очень серьезной командой общаемся по наполнению этого музея, да, то есть интерактивными элементами. Постараемся его сделать очень интересным для всех возрастных групп. Понял, спасибо. Когда присылайте ссылки, да, я выложу это все в комментариях под этим видео. Спасибо. Коллеги, спасибо большое. Вот, надеюсь, публикуете ваши новости, вот, держите в курсе, действительно. Вот, пускай группа, ну и группа, и, собственно, ваш чат, вот, собственно, будет рабочим для вас. Вот, спасибо большое, что приняли участие. Спасибо. Можно еще два слова сказать? Да, пожалуйста. А я тоже хочу вывести слова благодарности и команде, всей команде акселератора и Ольге за то, что вот вы нас на это подвигли, за то, что вы нам показали, как это все делается, да, с чего начинать, мы хотя бы вот уже имеем представление, понимаем, как нам двигаться дальше. Вот, если будет еще что-то такое, приглашайте, примем с удовольствием. Хорошо. Было очень приятно с Василий с вами работать. Спасибо. Спасибо. Взаимно. Спасибо, коллеги. Спасибо, коллеги. Всего доброго, хорошего вечера. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok